Приветствую вас. Мой опыт работы подсказывает, что человек может испытывать какие угодно чувства. Вопрос в том, насколько эти чувства ему мешают по его собственным ощущениям. Если человек чувствует, что мешает, делает его несчастным эти чувства, ну да, в таком случае нужно с этим работать, нужно исследовать, нужно раскручивать этот клубочек, вот, с тем, чтобы это чувство ушло. Потому что, если это мешает жизни, то, ну, тут как бы все понятно. В большинстве счетов ненависть это, ну, это обратная сторона, если угодно, раболепие, вот, подчиненность и так далее. И в том и другом случае человек живет другим. То есть, вот, вы ненавидя кого-то живете, по сути, другим. То есть, вы же не живете с собой, вы не живете своей жизнью, вы живете другим. И вы говорите, что, вот, я ненавижу вот это, что он сделал, чтобы он что-то не сделал. Так, знаете, какая штука? Вот, есть ощущение, что вы свою жизнь пытаетесь заменить, как бы, жизнь другого человека. Так, есть ощущение, что, вот, я не буду сама делать что-то, да, я не буду сама сделать для себя что-то. И лучше это будет, если это подчисты. А если ты этого не сделал, если ты что-то сделал, что мне неприятно, я буду тебя ненавидеть. Ну так, это логично, если у вас, в вашей жизни, на какой-то момент остался только человек, от которого вы зависели, в плане того, что он сделал, что он не сделал, и что он сделает, и что он не сделает. Естественно, вы будете себя ненавидеть. Как вы, как вы ненавидели бы любого человека, который бы прямо сейчас оказался в усилии на вашей жизни. Он мог бы, он мог бы по одному мгновению руки заставить вас страдать, и по одному мгновению руки заставить вас получать наслаждение. И мне кажется, что вы этого человека ненавидели бы. Вы бы его смертельно боялись, вы бы его ненавидели, потому что он имел над вами полный контроль. И в данном случае вы говорите о человеке, который имел над вами полный контроль, но который и продолжает иметь над вами полный контроль, потому что вы до сих пор живете им, ненавидя его. А почему? Почему? Почему так? Потому что вам не интересна ваша жизнь, потому что вы сами в своей жизни ничего не делаете. Или делаете, но что-то не то, что вас будет откликается, что вас наполняет, что вас вдохновляет, что вас радует, что вызывает в вас самые позитивные чувства. Этого нет. Поэтому стала возможна такая ситуация. Ну, мне кажется, что задача психотерапевта здесь не в том, чтобы, знаете, как бы начать морализаборство. Вот, ну, ненавидеть это плохо, ну, ненависть, ненависть это ужасное и всякое такое. Мне кажется, что не этим должен заниматься психолог. Мне кажется, что задача психотерапевта показать вам, что есть помимо вот жизни человека этого, да, по которому у вас уже есть чувства, и к которому ваши чувства, ну, они, в принципе, они могут быть, ну, потому что людям свойственно ненавидят. Вот, так помимо этого просто есть ещё, понимаете, есть ещё помимо этого, вот помимо того, что вы знаете, есть ещё ваша жизнь. И ваша жизнь является важной, и ваша жизнь является ценной, и в вашей жизни есть что-то интересное, что-то прикольное, что-то радостное, что-то весёлое, а что-то грустное. Но это ваша жизнь, а сейчас вы говорите, что мне моя жизнь вообще настолько неинтересна, что всё, что я могу делать, это злиться на кого-то за то, что он сделал или не сделал по отношению ко мне. Условно говоря, как, как можно не длиться, как можно не длиться, если... У вас больше ничего нет. Понимаете, да? Что я хочу... Что я хочу сказать. Вот, как-то так. И... И... Ага. Мне кажется, что... Эээ... Ресурса. Сейчас? Ресурса. Сейчас. Ах... Что... Чтобы... Ох... Простить. Человека. У вас нет. Потому что... У вас нет. У вас нет только не. Вот. У вас, на мой взгляд, ну... Ну, да, 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 это... А вот когда ваша жизнь станет наполненной, когда ваша жизнь станет интересной, в процессе психотерапии вы научитесь замечать себя чувств, вы научитесь услышать свои желания, ну вот, вот тогда вы и решите, что вам делать с неравистью. Может быть она сама пройдёт, может быть вы её решите, оставить. Может быть она станет меньше, просто, ну, настолько, насколько для вас это возможно. Вот. Но пока что вы просто на другого человека взяли и переложили ответственность за своё благосостояние, своё равновесие. Что в вашей ответственности, самостоятельной ответственности за себя такого, что вы думаете, что с этим не справитесь? А ведь после этого как будет тяжело другим людям доверять? и чем правильно, чем больше вы хотите ответственности людям за себя вменить, тем важнее доверять. Потому что вы понимаете, что великий риск отказа не захочет человек брать на себя ответственность за вас. А это больно-больно и проще ненавидеть, легче ненавидеть. В этом всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь на обратную связь.